36-летний принц Гарри раскрыл душераздирающие подробности отношений с 39-летней Меган Маркл. Внук Елизаветы II заявил, что тяжелая жизнь в королевской семье могла лишить его любимой женщины. Младший сын Дианы Спенсер благодарен судьбе за встречу с актрисой сериала «Форс мажора». По словам Гарри, да Меган никто не мог помочь ему справиться с душевной травмой. Родные игнорировали его просьбы, поэтому он залечивал раны алкоголем и антидепрессантами. «Я думал, что моя семья поможет мне». Но просьбы, предупреждения, мольбы, ничего не находило отзыва, был полный игнор. Мне лишь говорили играть в эту игру, и моя жизнь станет легче. Но у меня слишком много от матери. «Я аутсайдер этой системы. И я начал выпивать, чтобы заглушить боль», признался принц. Встреча с американкой изменила взгляд Гарри на то, как нужно бороться с проблемами. Ему захотелось создать семью с Меган, поэтому он послушался ее совета и обратился к специалистам. Младший брат принца Уильяма понимал, что в ином случае у них не получится выстроить здоровые отношения. Меган была шокирована тем, что увидела за кулисами королевской жизни. Она посоветовала мне пройти терапию. «Я был у врачей, психологов, альтернативных терапевтов. Все это было ради Меган. Я знал, что если не проведу терапию и не исправлюсь, я потеряю эту женщину, с которой могу провести остаток своей жизни», — рассказал герцог Сасекский. Он не ожидал, что жизнь в Британии ударит и по его возлюбленной. В беседе с опрой Уинфри бывшая актриса признавалась, что хотела умереть из-за травли прессы и давления королевской жизни. Гарри поделился подробностями того, как впервые узнал о проблемах Меган. Жена была на шестом месяце беременности, когда сообщила ему об ужасающем желании. «Меган поделилась со мной мыслями о самоубийстве. Мы тогда шли на концерт в Альберт Холл. Она рассказала, как именно собирается лишить себя жизни. Спустя какое-то время мы вернулись к этому разговору. Меган сказала, что не будет поступать, как планировала, потому что хочет жить ради меня. Она не могла допустить, чтобы я потерял еще одну дорогую мне женщину», — сообщил Гарри. Принц сравнил ситуацию с Меган с тем, что случилось с его матерью Дианой. Он глубоко сожалеет о том, что родительницы никогда не познакомятся с его женой и сыном. Герцог рассказал, как показывал малышу Арчи фото Дианы и был потрясен его реакцией. «В детской стоит портрет моей матери. Арчи смотрел на него. И одним из его первых слов была бабушка. Меня это невероятно растрогало и одновременно расстроило. Мне бы очень хотелось, чтобы она была с нами», — сказал Гарри в документальном фильме «The Me You Can't See». Ранее Скотч сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса. Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление. Биограф британской королевской семьи заподозрил, что переезд в США не помог принцу Гарри найти счастья. Об этом пишет издание Daily Express. Хотя Гарри настаивает на том, что счастлив, по-моему, ему до этого далеко, заявил автор книги «Принц Хэри» The Inside Story Данкан Ларкомп. «Я не думаю, что он или Меган счастливы». Эксперт объяснил, что, по его мнению, когда люди удовлетворены своей жизнью, они не сеют раздор и не критикуют других. А именно этим занят принц Гарри, который, по словам Ларкомпа, вместе со своей женой Меган Маркл причиняет боль собственной семье. В марте телеканал CBS показал первое совместное интервью принца Гарри и Меган Маркл после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган, некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. В мае на подкасте Дакса Шепарда Гарри обвинил отца в жестоком воспитании и предположил, что в детстве тот сам пострадал от королевы и принца Филиппа. Канал Лайфтайму опубликовал первый кадр с исполнителями главных ролей в новом фильме о принце Гарри и Меган Маркл. Супругов в нем сыграли Джордан Дин, известный по сериалу «Каратель», и Сидни Мортон из многосерийного ремейка комедии Спайка Ли, ей это нужно позарез. Картина под названием «Хэри энд Меган. Escaping the palace. Гарри и Меган. Побег из дворца» станет третьей серией лайфтайма жизни герцога и герцогини Сасикских после «Хэри энд Меган. Эй Ройл Романс. Гарри и Меган. Королевский роман» и «Хэри энд Меган. Векамин Ройл. Гарри и Меган. Становясь членом королевской семьи». Зрителям обещают рассказать, что же на самом деле заставило пару отказался от королевских обязанностей и выбрать другое будущее для себя и своих детей, как Маркл справлялась с растущей изоляцией и тоской, а также о страхе Гарри потерять жену из-за нападок прессы. По информации The Hollywood Reporter, съемки Escaping the palace стартуют на этой неделе в Ванкувере. Премьера запланирована на осень. Напомним, в июне стартуют продажи дебютной книги Меган Маркл для детей «Скамейка». В ней говорится об отношениях между отцом и сыном с точки зрения матери. Принц Гарри и герцогиня Сасекская Меган начали совместную работу с компанией Practo & Gamble и подверглись критике со стороны общественности. Об этом сообщает New York Post. По информации издания, супружеская пара объявила о сотрудничестве с производителем косметики, в ассортимент которого входят различные осветляющие кожу кремы. Пользователи сети расценили такие средства, как проявление расизма, и отметили, что они не должны быть представлены на полках магазинов. Эксперты считают, что сотрудничество принца Гарри и Меган Маркл с Practo & Gamble является неразумным, поскольку обычно супруги выступают против расизма и часто дискутируют об этом в различных интервью. Меган не раз поднимала проблемы расизма, поэтому ее работа с компанией так бросается в глаза, заявил бывший работник Practo & Gamble Алекс Малуф. Вдобавок, профессор Государственного университета Сан-Хосе Джоан Рандила подчеркнула, что после скандального интервью о при Уинфре герцогиня должна была серьезнее подходить к выбору бизнес-партнеров. «Не думаю, что это сотрудничество сыграет ей на руку», – заключила специалистка. Ранее в марте телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Принц Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Герцогиня, в свою очередь, призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Советники в Букингемском дворце призывают принца Гарри и его жену Меган Маркл отказаться от своих титулов герцога и герцогини Сасекских из-за нападок пары на королевскую семью, пишет газета Daily Mail. Придворные особенно возмущены шокирующей критикой принца Гарри, в отношении родительских навыков его отца принца Чарльза и, как следствие, королевы и покойного принца Филиппа, отмечает издание. Им следует прекратить использование титулов, чтобы они все еще существовали, но не использовались, как они согласились сделать со своими обращениями их королевское высочество, сообщил газете один из советников. Издание отмечает, что несмотря на то, что, по-видимому, никаких официальных шагов по лишению пары титулов не планируется, давление с требованием отказаться от них демонстрирует, насколько глубокого дворца ощущают предательство. Ранее принц Гарри заявил, что его отец относился к нему так, как относились к самому принцу Чарльзу. Он отметил, что много боли и страданий передается по наследству, добавив, что намерен разорвать этот круг. В настоящее время отношения принца Гарри и Мэган с остальными членами королевской семьи остаются весьма натянутыми. Сначала герцог и герцогини Сасекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно. А потом, уже в Калифорнии, куда перебрались год назад, дали скандальное интервью Април Инфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного не названного даже в расизме.